Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет посвящено косметике Spivak. Это органическая натуральная косметика российского производства. И мне ее любезно предоставили на обзор команда интернет-магазина Cosmetic Bar. Это интернет-магазин, который находится в Питере. Так что, девчонки, кто из Питера, отметьте для себя, что это интересный интернет-магазин. В плане того, что, во-первых, у нас в Питере не так много магазинов, которые занимаются косметикой органической, натуральной. То есть у них есть как Spivak, у них есть маловаров, у них есть корейские и тайские бренды, что тоже интересно сейчас. Кроме того, у них реально нормальные цены. У них нет какой-то дикой наценки, у них адекватные нормальные цены. Для девчонок с остальной части России есть доставка по предоплате. То есть они спокойно отсылают в другие города по предоплате. И кроме того, еще огромный, немаловажный фактор. Вот что касается Spivak, они проводят мастер-классы. То есть от своего интернет-магазина они проводят мастер-классы, куда может прийти любой желающий. И скоро у них будет как раз мастер-класс. 14 декабря, если вам интересно, то я надеюсь, мы с вами встретимся там. Итак, перехожу уже непосредственно к обзору. У меня было 5 продуктов от компании Spivak. Вообще, на самом деле, я заинтересовалась продукцией Spivak где-то, наверное, даже больше года назад, когда увидела видео у Вероники Никоко. Она делала огромный-огромный обзор на продукцию Spivak. Мне, естественно, стало интересно, так как для тела, для волос я очень люблю органику. Мне интересно это. Но как-то у меня все не складывалось с заказом. Именно непосредственно на сайте Oil Soap, то есть это непосредственно сайт компании Spivak. И как-то вот так, когда поступило предложение о том, чтобы протестировать косметику Spivak, я, естественно, сказала обеими руками за, я хочу. И что же из этого получилось, сейчас я вам расскажу. Начну я с продуктов, которые меня удивили, поразили и больше всего порадовали. И начать хотелось бы с нового продукта для самой компании Spivak. Это гидрофильное масло для снятия макияжа. Оно недавно у них появилось. И я, на самом деле, фанат снятия макияжа с помощью гидрофильного масла. Я их постоянно тестирую. Мне нравится, интересно. И данное гидрофильное масло у меня было с органы здесь в составе масла рапсовое, миндальное, органы, полисарбат 80, экстракт розмарина. Значит, здесь у нас объем 100 мл. Что сказать, ну, на самом деле, маленький достаточно объем. Флакончик здесь достаточно простенький, но как минус я не считаю, потому что цена реально как бы оправдывает это. Пахнет он, знаете, честно говоря, вот запах у него не очень приятный. У этого масла. Потому что он такой, как запах какого-то немного прогорклого масла. Оно очень жирное. То есть, если сравнивать с моим маслом от Dior, оно действительно жирнее намного. Оно прекрасно распределяется по лицу. Итак, что касается непосредственно функций масла, оно выполняет свои функции на все 100. Мне изначально сказали, что оно, возможно, не смоет какой-то серьезный тяжелый макияж с какими-то там смоки айс или еще что-то, он у меня смывал все. Он у меня смывал и красные губы, и какие-то более тяжелые макияжи глаз. Данное масло справлялось со всем. Масло мне очень-очень понравилось. Оно бюджетное, оно хорошо смывает все с лица. Оно не сушит кожу. Оно, наоборот, даже увлажняет. То есть на лице такое ощущение, что после того, как вы умылись уже, скажем так, когда вы смыли это масло, у вас что-то на лице осталось, такая вот какая-то увлажняющая субстанция. То есть я не считаю, что это плохо, почему бы и нет. Как снятие макияжа я советую, мне понравилось. Следующий продукт это Бельди, у меня ягодная. Тоже продукт меня поразил, обрадовал. Я в восторге и буду заказывать еще. На самом деле пахнет, я бы не сказала, что ягодами, потому что я ожидала от ягодного Бельди, что это будет пахнуть ягодами. Там какой-то черникой, клюквой, брусникой. Но пахнет это все какими-то цитрусами и бергамотом. Вот бергамотом больше всего пахнет. Я, в принципе, спокойно отношусь к запаху бергамота. Мама у меня его ненавидит. Я, в принципе, спокойно отношусь и даже, может быть, где-то в душе. Люблю его немного. Ну вот, и для меня в запахе не было ничего отвратного и неприятного. То есть такой запах натуральной, натуральности, такой органичности, ну почему бы и нет. Но он такой стойкий, насыщенный. Так что если вы не любите бергамот, то ягодное Бельди не выбирайте. Выберите какой-нибудь другой там аромат. Благо у спивака и непосредственно в интернет-магазине Косметик Бар есть из чего выбрать. Итак, Бельди это вот такая вот субстанция черного цвета. Очень страшно. Наносить ее на себя очень страшно. Но я наносила и на лицо, я наносила и на тело. То есть по факту Бельди это, грубо говоря, какое-то вот такое мыло. И действительно, если вы возьмете вот так вот на руку, там есть мыльная основа. Итак, начну с тела. То есть на тело вы наносите с помощью вообще в идеале рукавички Кесы, которая тоже продается и есть у компании Спивак. Вот я наносила с помощью обычной рукавички для душа. Я наносила, массировала, смывала. Знаете, я впервые в жизни почувствовала, что такое очищение действительно. Вот до нуля. То есть на моей коже она была настолько... Это чувствуется, когда вы смыли все-все-все своей кожей, все, что там накопилось за последние 20 лет, грубо говоря, вы почувствуете вот именно вот это ощущение чистоты. То есть вот до скрипа чистоты. Причем кожа не сухая, она там не покрывается какими-то шелушинками или еще что-то. Она просто вот настолько чистая, она просто вот дышит. И это просто потрясающее ощущение. И я буду покупать себе дальше Бельзи. Я буду устраивать себе такой вот спа-ритуал с помощью этого средства, потому что это просто непередаваемое ощущение. Также я использовала вот эту штуку. Я не побоялась. Я использовала ее для лица. И более того, я использовала Бельзи с щеткой вот этой вот от Мэри Кей, которая крутится. Никаких негативных последствий не было. То есть я не боролась потом с шелушениями, что у меня что-то там выскочили какие-то воспаления. У меня была полностью гладкая, очищенная кожа лица, которая не сухая, которая именно вот, как сказать, она как вот от природы есть такая кожа, то есть нормальная, вот абсолютно нормальная. Она не стянута, она не как очищена полностью, но она не стянута, она увлажнена вот настолько, насколько ей надо. Вот это эффект от этого средства. И более того, что, почему мне понравилось и почему я дальше буду использовать и для очищения лица. У меня на лице, на вот именно Т-зоне, на подбородке, на носу, как у всех нормальных людей, есть черные точки. Так вот, вот эта штука очищает, вычищает поры и очищает эти черные точки. И вот именно из-за этого я реально, девчонки, вам советую. По-моему, это первое средство, которое с первого раза дало вот такой вот эффект, что эти черные точки, они уменьшились, их стало меньше, они почистились, осветлились. И мне очень-очень понравился вот этот эффект от данного средства. И следующий продукт я также пищу просто от восторга. Я использую каждый день, и я реально в диком восторге, так как у меня сухая кожа тела. А это, по-моему, единственная вещь из того, что я в последнее время пробовала, которая решает проблему на все 100% и долгосрочно. Это массажная плитка. У меня запах Ян Коконат. То есть, я ожидала, что это будет такой вот йогуртовый кокосик, как это можно назвать. Такой вот, как баунти пахнет, в составе масла какао, масла ши и нерафинированное кокосовое масло. Ну, я по запаху ожидала, что это будет действительно вот что-то такое очень приятное, очень сладкое. Но я не ожидала, что это будет запах жженого кокоса. Он такой, скажем так, неудушающий. Это кокос, это явно кокосовый запах. Но он не сладкий, а именно такой вот очень натуральный-натуральный. И слегка вот такая нотка, как будто это жженый кокос тоже присутствует. На самом деле, запах я не скажу, что он неприятный, не скажу, что я когда намазываюсь, я там затыкаю нос прищепкой. Нет, такого нет. Запах, даже в нем что-то есть. Какая-то своя такая особая аура, какая-то фишка. Он мне приятен по-своему. Вот. И с помощью этой плитки я ухаживаю на своей коже и тело после душа, после ванны. И это просто фантастическая вещь. Кожа увлажненная после этой плитки. Просто в течение... До следующего мытья у вас кожа будет увлажненная, напитанная. Все с ней будет хорошо. Она не будет ни сохнуть, ни чесаться. Особенно сейчас зимой это актуально. Все будет просто прекрасно. Также, что сказать, именно я использую иногда эту плитку утром. Просто я бывает в душ хожу и утром так по-серьезному. И с утра я одеваю на себя потом длинные штаны, одеваю кофту с длинными рукавами, хожу так, ну, наверное, полчаса. И знаете, ну, я не скажу, что полностью масло впитывается, но одеться потом в нормальную одежду и пойти на работу можно. То есть на работе я уже прихожу, спустя где-то там, может быть, часа два, да, уже как бы, скажем так, кожа чувствуется, что увлажненная. Чувствуется, что с утра я мазалась маслом, я это знаю. Но как бы нет такого, что липнет что-то, нет такого. Просто кожа вот увлажненная, увлажненная, увлажненная. Вот так, вот такое ощущение. Нет такого, что я там пачкаю вещи маслом, нет такого, что вот вещи, которые я одела на себя после этого масла, в которых я пошла на работу, что они какие-то там испорчены, они в масле. То есть я спокойно одеваю даже вот шелковую блузку, и все с ней нормально. И ни одна вещь, скажем так, приличная, хорошая, в которой я хожу каждый день, она не испорчена с помощью этого масла. Так что, девчонки, у кого сухая кожа, вот прям, что совсем все плохо зимой, обратите внимание на массажные плитки. Следующие два продукта полюбились мне чуть меньше, но я, честно говоря, считаю, что это просто мои личные особенности. Итак, шоколадное масло для кожи, ваниль. Здесь у нас в составе какао тертое, масло виноградной косточки, нерафинированное масло макадавии, зародыши пшеницы и ши. Масляный экстракт ванили. На самом деле, вот шоколадное масло, это, как я получила то, что я примерно ожидала, что здесь будет, ну, шоколадное масло. Действительно, это вот такой вот, как будто растопленный шоколад. Пахнет это все горьким шоколадом, пахнет не ванилью. Я ожидала, что будет, наверное, такой более сладкий запах, а это именно такой горький-горький шоколад. Вот, и нам, производители, рекомендуют использовать либо как обертывание, либо как масло для кожи. Сразу скажу, как масло для кожи можно использовать, наверное, только негритянкам, потому что оно реально красится. Оно темное. Я использовала только как шоколадное обертывание. И, кстати, что еще? У меня мама также использовала как шоколадное обертывание. И она умудрилась испачкать какие-то там вещи, типа полотенца, простыни. Она в бане была, когда использовала это средство. И ничего, к сожалению, не отстиралось. Так что будьте осторожны, аккуратны. Оно плохо отстирывается. То есть я не знаю, получится ли у нее отстирать, в принципе, эти полотенца, но на данный момент пятна не отстирались. Так что будьте аккуратнее с этим средством. Если использовать как обертывание, это вот если вы ходили когда-нибудь на шоколадный массаж, шоколадное обертывание в салон, вы поймете теперь, что все это можно делать спокойно и дома. И в пленку обернуться, и можно и без пленки просто постоять в этом всем, и будет точно такой же эффект. То есть вы намазываете эту субстанцию, там либо в пленку оборачиваетесь, стоите там. Здесь рекомендуется 20-60 минут. Я наносила на кожу где-то минут на 15-20, не оборачивалась в пленку. Сразу скажу, потому что человек линиевый по сути своей. Просто так вот стояла в ванной. Вот именно состав вот этого вот шоколадного масла, он мне понравился больше, чем тот состав, которым меня в последний раз в салоне обмазывали во время шоколадного обертывания. Этот намного приятнее и больше похож на шоколад. По вкусу он действительно как шоколад. Ну, я русский человек, я попробую, вдруг шоколад, вдруг съесть можно. Нет, на самом деле он действительно как вот шоколад есть. Вкус такой. Вот. Я не всю банку съела. Я все намазывала на себя, не пугайтесь. А вот. И на 15-20 минут наносила, стояла в этом всем, в шоколаде. И просто потрясающий эффект, когда вы смываете. Просто обалденный. Кожа вот масляная. Это масло быстро впитывается. Наверное, в течение 10-15 минут после того, как вы вышли из ванны, это масло, оно уже впитается в кожу. Кожа напитана, увлажненная, вы пахнете шоколадом. То есть, потрясающая вещь, мне очень нравится. И вот на зиму тоже как такая спа-процедура для себя, для своей кожи. Почему бы и нет, потому что это реально очень вкусный запах. Просто вы балдеете, потому что шоколад, он реально приятно пахнет и доставляет нам какие-то положительные эмоции. А тут вы пахнете шоколадом, и это все так приятно, и кожа такая приятно увлажненная. То есть, ну, действительно, как спа-процедура такая, только на дому получается. Ну, либо в бане. Следующий продукт, я не скажу, что он прям вот мне меньше всего понравился, просто я пока его не совсем поняла, я еще так нахожусь в стадии, что да или нет. Это масло, жожоба и розы. То есть, здесь масло жожоба и абсолют розы. Здесь у меня 10 мл. Я намазывала это средство на лицо, на ночь. Я люблю масло на ночь. Почему меня заинтересовало это масло? Почему мне его предложили именно выбрать? Потому что масло жожоба, оно обладает эффектом как стягивания пор, то есть уменьшения пор. Масло розы, оно в принципе очень полезно для кожи, и оно обладает антивозрастным эффектом. Меня тут в 21 год как стукнуло, что господи, я уже разменяла третий десяток, мне пора подумать о вечном. Ну, шутки шутками, а я считаю, что, скажем так, береги честь молоду, и морщины, они как бы не за горами. Поэтому, почему бы и нет? Масло жожоба это для текущих проблем, а масло розы это как на будущее. И, честно говоря, я почувствовала эффект, пусть не с первого раза, что, как мои поры становятся меньше. Но, вот при недельном, ежедневном использовании вы уже заметите результат, что поры слегка уменьшаются. Если будете постоянно пользоваться этим маслом, я думаю, что вы добьетесь эффекта. Во всяком случае, меня это как положительная тенденция устраивает. Также, что хочу сказать, именно как увлажняющее какое-то уходовое средство на ночь. Прекрасно. Оно не пачкает подушки, не пачкает волосы. Если вы за час до сна нанесете это средство на лицо, у вас все впитается уже более-менее в лицо, и вы ляжете не с масляным блином вместо лица спать, вы нормально уснете. Что касается запаха, то здесь масло розы. Я, в общем-то, как в шоколадном масле, я ожидала запах шоколада, так и здесь масло розы. Я ожидала запах розы. И это запах не голландской розы, которая продается в магазине, там по 150 рублей, а это запах, знаете, у нас вот в южных городах, в Сочи, в Анапе, в Геленджике, в Новороссийске, там очень часто видишь клумбы с розами. У меня в лагере, который находился в городе Анапа, там розы росли у нас на клумбах. Это вот именно тот запах детства, запах этих роз. Просто потрясающий запах вот натуральной розы, которая вот выращена в нормальных, диких практически условиях. Вот именно так пахнет это масло. Потрясающий запах, очень приятный, очень приятно, что-то как легкая вуаль этого запаха стоит в воздухе вокруг тебя, когда ты нанес это масло. В общем и целом мне масло понравилось, просто я периодически то своим клоран с маслом пользуюсь, то этим маслом пользуюсь, но как-то вот среди всех средств, которые я получила от марки Спивак, просто я примерно от масла ожидала, чего я хочу получить, примерно ожидала, что я получу, поэтому я какого-то фурора не вызвала это средство, но это не значит, что оно мне не понравилось. То хочется сказать как итог, все продукты, которые я получила на обзор, мне безумно понравились, они меня, скажем так, обрадовали, поразили. Единственный какой нюанс, это то, что шоколадное масло заявлено, что можно использовать его как крем, я его как крем не смогла использовать, но это нюанс, скажем так. Так, в общем и целом очень положительное впечатление, я буду в интернет-магазине Косметик Бар заказывать еще дальше Спивак, буду вам рассказывать. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать, ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И ответьте мне, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы продукцию компании Спивак, что вам понравилось, что вам не понравилось, что вы мне советуете выбрать. Кроме того, все ссылки на продукты, которые у меня на интернет-магазин, где все это можно купить, я вам оставлю под видео в инфобоксе, ну, в общем-то, как и всегда. Итак, это все, я желаю вам отличного настроения, хорошей погоды, чтобы поскорее пришло к вам новогоднее настроение. До встречи в следующих видео, всех вас целую и пока-пока!